С наступлением теплой погоды студенты Одесской юрокадемии и Международного гуманитарного университета стали активно выходить на субботники. Традиционно молодые люди вместе с преподавателями и руководством вузов благоустраивают не только территорию, прилегающую к университетам, но и набережную на 8-й станции Большого фонтана. Высаживают деревья в городских парках и в частности в подшефном парке Победы. Также в преддверии 75-й годовщины освобождения Одессы студенты инициировали благотворительную акцию и привели в порядок площадь 10 апреля. На субботнике присутствовали и корреспонденты-репортеры. С приходом весны и теплой погоды на склонах 8-й станции Большого фонтана вовсю кипит работа. Добрую традицию, которую начал президент юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, многие годы поддерживают студенты и преподаватели. Ежегодно на склонах набережной высаживаются тысячи деревьев. Сегодня студенты собственноручно посадили еще 500 сосен. Это территория, которую мы взяли под свое шество, то есть 8-я станция Большого фонтана, начиная от склонов и заканчивая морем. Я хочу, чтобы одесситы особо обратили внимание, что, наверное, единственное место в городе, где нет ни одного топчана платного и свободный пляж. Мы высадили здесь тысячи деревьев и кустов именно в этом месте. Я искренне радуюсь, что люди приходят сюда, и это одно из самых излюбленных мест наших одесситов. И знаете, я много вижу иностранцев, которые приходят сюда. Ходим здесь, поправляем свое здоровье, как пенсионеры. Мы радуемся этому, что здесь такая красота. И ребятам спасибо большое. Но самое главное, конечно, спасибо Сергею Васильевичу, потому что это же он все организовывает. Мы довольны этим. Еще 20 лет назад набережная напоминала руины. Затем участок был взят под опеку руководством Международного гуманитарного университета. С того времени на склонах посадили более 20 тысяч деревьев и кустов. Студенты всех факультетов продолжают добрую традицию. Сегодня на восьмой станции высаживали и белили деревья. Убирали обычный строительный мусор. В 21-м столетии надзвичайно важно поделять, какомога больше уваги, экологическому стану навколишнего средства. Адже именно от этого зависит, что мы залишим после себя в следующем поколении. Именно поэтому наша академия активно принимает участие в озелененной территории, также благоустройстве нашего города. Часть трассы здоровья проходит по территории, которая принадлежит Одесской юрокадемии и Международному гуманитарному университету. Коллективы двух университетов единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка. Студенты высадили деревья и вдоль трассы. Сегодня мы пришли на наш традиционный субботник. Убираем здесь на восьмой станции Большого фонтана. Как вы видите, здесь много мусора. И вот мы ходим с такими пакетами, убираем здесь все. Тут некоторые работают на лестнице, некоторые там садят елки и все убирают. Я очень люблю здесь прогуливаться с друзьями по этой набережной. Здесь очень красивая набережная. И приятно то, что мы вкладываем частичку себя в это приятное дело, в дело для Одессы. Мы сегодня подметали ступеньки, чтобы люди, когда гуляют здесь, они наслаждались прогулкой, они дышали пылью. Мы подметали еще дороги просто. Мы общались между собой, знакомились с людьми. Также мы собирали мусор, выщипывали траву, делали все, чтобы здесь было приятно проводить время с семьей и с друзьями. Проводится реконструкция открытого спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого фонтана, который включает футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольную площадку, теннисный корт и уличные тренажеры. К посадке деревьев студенты подходят серьезно. Для каждого саженца готовят грунт и качественные удобрения. Поэтому все посаженные деревья сразу же принимаются. Ухоженный газон, высаженные деревья и цветы – это все результаты субботников, которые на этой территории регулярно проводят студенты. Важно отметить, что народный депутат Украины Сергей Кивалов направил депутатский запрос премьер-министру и подал свои предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из бюджета средств в виде субвенций в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 миллионов гривен. Вопрос берега укрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска. Я думаю, что вот Приморская администрация должна прийти сюда и здесь убирать. Они должны наводить здесь порядок. Это Приморский район. У них есть коммунальные службы, есть уборщики, есть дворники, есть строители, есть в конце концов сотрудники. Хотя бы один раз вышли на субботник и убрали это. Вот посмотрите, что делается. Конечно, мы уберем это. Уже пятую машину мы вывозим отсюда, этого мусора строительного. И мы не множим по-другому, потому что это наш город и мы хотим, чтобы здесь было красиво. Студенты и руководство университета уделяют внимание благоустройству парков. В излюбленном месте Одессита в Парке Победы на 100 деревьев стало больше, а на несколько десятков килограмм мусора меньше. Также высадили деревья на территории бывшей межрейсовой базы моряков. В этот день провели субботники на улице Академической и Фонтанской дороги. Сегодня почти 5000 сотрудников и студентов вышли на субботник, который инициировала профсоюзная организация нашего университета и студенческий совет. Ну, естественно, и руководство. И я очень рад, что все откликнулись. Вот посмотрите, мы находимся сейчас в Парке Победы. Тысячи студентов практически находятся здесь. Они сегодня видят тот труд, который они вкладывают в озеленение Парка Победы. Мы как на протяжении 20 лет смотрели за этим парком, так и до сих пор ухаживаем за ним. Студенты говорят, что совместный субботник объединил представителей всех факультетов и институтов. Общими усилиями в парке посадили березы, каштаны и калину. С днём весны, за поддержкой президента нашей академии Сергея Васильевича Кивалова, студентский актив Национального университета Одесская юридическая академия уже протягом многих роков делает свой ввесок в благоустройство и озеленение нашего города. А именно, мы занимаемся и высадкой дерев, кустей, прибиранием и упорядкуванием территорий. И, конечно же, своим таким позитивным настроем и за взятом до продуктивной работы мы желаемо всех желающих проводить субботники и брать участь в них разом с нами. В нашем городе сегодня все забудовывают разные строители, дома, магазины, фабрики. Но никто не думает о том, что нужно озеленить наше место, о том, что нужно высадить деревья, потому что их сейчас вырубают, вырубают, вырубают. Но никто их не засадит, никто не смотрит за благоустрой. Мы стараемся как можно чаще проявлять инициативу, чтобы наши студенты поддерживали наш город в чистоте, чтобы было приятно нам, как студентам, ну а также жителям города Одессы, ну и гостям. Студенты инициировали проведение субботника на площади 10 апреля, чтобы облагородить визитную карточку города к 75-й годовщине Дня освобождения Одессы. После реконструкции Стеллы Крылья Победы на площади местами остался мусор, но коллективным трудом все быстро удалось убрать. Сегодня, помимо уборки на 8-й станции фонтана, мы решили приехать и на площадь 10 апреля, так как скоро будет 75 лет Дня освобождения города Одессы, и поубирать тут. На самом деле все студенты очень быстро собрались на субботник и как-то со своей инициативой помогали, чтобы сделать город намного чище. Кроме того, студенты и преподаватели организовали очередной субботник на территории строящейся первой в нашей стране общеобразовательной церковно-приходской школы. Студенты Международного гуманитарного университета и Одесской юрокадемии продолжат традиционные субботники. В рамках программы по озеленению города благоустраивать город собираются не только в период майских праздников, но и на протяжении всего лета вплоть до поздней осени.